ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Как вы отнесетесь к тому, что ваш непосредственный руководитель потребует разместить в салоне вашего личного автомобиля некое предупреждение о том, что правила дорожного движения надо неукоснительно соблюдать? Военнослужащим Центрального военного округа выбора не оставили. Начальство дало им поручение наклеить на приборную панель маленькое фото близких родственников и надпись «Помни, они ждут тебя дома». Кроме того, сообщает газета РУ, служивые обязаны пометить ремни безопасности небольшим отрезком оранжевой ткани. Таким образом, руководство округа надеется снизить число ДТП с участием своих подчиненных. ТРАССА 101 Башкирские депутаты предложили Государственной Думе обсудить законопроект, который предусматривает конфискацию транспортного средства у россиян, попавшихся на пьяном вождении повторно. Парламентарии настаивают на том, что машина, являясь источником повышенной опасности, может стать орудием убийства. Зная, что за пьяное вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за руль нетрезвым, подчеркнул один из законотворцев. ТРАССА 101 В Москве, Питере и Екатеринбурге собираются провести дорожный эксперимент. Цель – уменьшить заторы на перекрестках. Суть в том, чтобы при горящей дополнительной секции светофора разрешить водителям двигаться направо, а пешеходам пересекать проезжую часть. Те, кто за рулем, разумеется, обязаны будут пропускать пеших граждан. Идея принадлежит некой ассоциации транспортных инженеров. На нее успели отреагировать в ГИБДД, и реакция эта отрицательная. Один из руководителей ведомства напомнил, что у нас огромное количество наездов на пешеходов происходит как раз при повороте авто направо. ТРАССА 101 Стартовали продажи переднеприводной, а, соответственно, более дешевой версии кроссовера Geely Atlas Pro. Начальный ценник машины – 1 миллион 835 тысяч рублей. Комплектуется она полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатый автомат. В базовой комплектации имеются, в частности, фронтальные и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, цифровая приборная панель, отделка эко-кожей. ТРАССА 101 В 2021 году наши соотечественники приобрели более 160 тысяч премиальных легковых автомобилей. В сравнении с 2020 цифра выросла почти на 10%. Это еще раз подтвердило парадоксальную закономерность. Чем тяжелее живется российскому народу, тем больше дорогих машин он покупает. Лидерами продаж в прошлом году в люксовом сегменте стали авто марок BMW, Mercedes-Benz и Lexus. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова